отвели детей в школу с горем пополам я сейчас по делам мы уже выехали уже ехали по делам хорошо недалеко отъехали позвонила учителя у одного из детей истерика началась я даже не спросила у какого бегом вернулась и все вернулась успокоила и сейчас ползу устала как собака хотела показать вам свой люк пока не разделась на мне были широкие штанишки которые я сделала из сарафана сарафан не был маленький коротковатый вот выпирающий животик пожалуй что выпираем выпираем маечка вайкики и вот эти босоножки коричневые были на мне и не уложенные волосы но ничего школу я стараюсь с детьми когда хочу выглядеть не по-домашнему домашних штанах и застиранные футболки а как бы нормально как на выход выхожу так стараюсь выйти так и конечно же когда мама возвращается домой она никогда не возвращается с пустыми руками у нее всегда бывают вот куча вещей которые она купила это я шла за мукой мне у меня мука заканчивалась но помимо муки там видишь одно второе третье вот так вот посмотрим что здесь делают мои тонтоськи вот здесь моя должна быть королевишна ой вот девочка вот она вот она моя королевишна королева 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 видите люкумчика нету она снова на свое место переселилась вот-вот-вот мамина девочка их любимые шоколадки сейчас твою тоже дадут зерашка да надо как нибудь профитролики здесь попробовать никак не удается вкусный шоколад да ты сперва доешь все потом я твои пальчики вытру тогда что там еще осталось сюда полоси сверху можно положить вы же слушались маму маму нервничать не заставляли поэтому мама вам шоколадки купила они не просили даже я сама предложила потому что они себя очень хорошо видят да пока мы сидели ели шоколад и пили чай пошел дождик ну такой пятиминутный дождь был вот дети побегали чуть под дождем и пошли в школу я хочу вот сюда спуститься мне сказали что здесь есть какая-то мини и не кружок или кружок или школа но сейчас посмотрим может быть там есть танцы потому что зеро постоянно что-то там пляшет что-то поет но она хочет танцевать я вижу посмотрю все найду вчера с мужем ходили посмотрели недалеко от нас школа английского языка нас все устроило кроме времени в это время когда там занятия мои дети в школе вот так вот надо будет что-то другое подыскать потому что в садике говорю нашей школе сейчас английского нет в первом классе тоже его не будет а в садике они два года английский там что-то проходили какие-то слова уже знают и то что знает чтобы улице показывать то что знает чтоб хотя бы не забыли я думала что сейчас тоже у них был английский но в школе этого нету вот такие вот видите солнце вышло все домой сходила я этот центр там музыка обучение игры на гитаре и так далее пение но танцев нету боже эти подъема как надоели а домик сверху накрыли клеем гой внутри подушечку положили господи живем в дебильном районе которым ничего для ребенка не найдешь ничего их образовательных центров ни курсов нормальных или время неудобное или группа слишком большая или далеко выбрать что-то практически нереально один подъем преодолела мои дети любят плескаться вот в этом фонтанчике последний раз они здесь так наплескались мокрые были до ниточки хорошо была с собой одежда после дождька все такое свеженькая земля пахнет травка хотя дождь был всего пять минут когда-то этот бассейн тоже был наполнен водой периодически наполняют такс как сезон рыбы начинается вот так вот на мини грузовичках продают рыбу мелкую только крупной не бывает это мелочи не люблю так так то я вообще рыбу не люблю аслан любит но вот эту мелочь я не покупаю это задний двор где дети на переменке играют у них закрытая зона через решетку снимаю а здесь уже естественно школьный двор здесь во время перемены дети я школьников помню только в то время когда я сама училась и таких шумных школьников не было а здесь дети вот я замечаю во время перемены они по полу катаются вот реально они садятся на пол они катаются на своих штанинах кто на попе кто на коленках у них игры что ли таки или это особенность турецких детей для меня первый раз когда я это увидела это было новинку сейчас уже нормально и очень шумно очень просто вот здесь прям надо мной окно и здесь тоже эти подклассники но не грубо моих детей наше окно сюда не выходит наше окно вот выходит туда во двор где дворик что они кричат интересное занятие закончили скачать он нам у столу а малыш устроил себе лежанку на теплице ой меня ну как ты сразу поняла что мама тебя снимает тосичка осланчик тише сделай пожалуйста еще до пятнадцати сделай тише она так красиво спала я хотела ее снять она сразу проснулась вчера же проснулась как только мама начала снимать мордочка маленькая мордочка ужин мои толстозопачки сто у нас тут у нас там морковочка красный перец зеленый перец два листочка капуста крашеный листья салата и несколько виноградинок еще у нее все время конечно же есть сегодня на перекус я положила один нектарин несколько орешков сушеный абрикос вечно что-то попадает на этих сушеных абрикос и несколько печенек сок и гезлими с грибами и сыром это неполноценный обед это просто перекус типа полдника потом они обедают положила сок потому что молочко сегодня мы пили за завтраком вот так вот в последнее время они у меня полюбили эти гезлими с грибами поэтому я решила положить как-то так ну куда то куда а мы в школу оставь тяжелый рюкзак не тяни хорошо соберем в следующий раз ты же не разрешаешь поэтому я не собирала там нету рисунков звера звера почему нельзя это делать дома почему именно когда мы из дома уходим тебе нужно из сумки что-то достать ну почему всегда так я надеюсь что мы не одни такие которым сразу нужно что-то доставать ай что ты все что после школы хочешь вот у папы спросил он сидит впереди папа спросил у него у нас сейчас был такой сильнейший дождь я была в прямом эфире в инстаграм и отсиделась в кафе в пекарне сидела чай пила так как я выгляжу сегодня первый раз надела вот эти кроссы я покупала в прошлом году как раз под дочь попала он сеточку они с дырочками попала под дочь супер мои очки вот эти идеально просто вписали сайта футболка у меня сегодня прекрасное настроение хотя мне прямом эфире один человек сказал что я сегодня растрепанная и злая вот так вот заходим кто-нибудь встретит меня чем мальчик меня встречает это твои волосы здесь да нет это не твои это лаки что вы здесь сделали ты за ним гонялся да опять лео начал гоняться за кроликом мальчик дождик был гром был ты не испугался и не испугался мой мальчик где наша толстая жопка где на зато 100 зубка не знаешь спряталась где-то да наконец-то нашел начал кушать потихонечку но шерсть пока еще не собирается у него вылезать очень мало шерсти на нем последние пару недель он на руках у меня сидит я его беру на руки например да он не пытается убежать спокойно сидеть лежит раньше такого не было у меня любовь у меня любовь у меня любовь так же где толстая жопик нету толстая жопика толстая жопик наверно там внизу спряталась смотрим здесь на ездить нету там под кровать я до сих пор вот эту клетку не убрала никак руки не дойдут убрать все мне так удобно мытую обувь вот сюда вот классе она быстрее сушится ай солнышко помимо до дождик был ты видел видел какой дождик был вот здесь у нас 6 уже зарастает видите поток и залыслены были мама закроет закроет чтоб тени упал зима меня солнышко толстая жопка толстая жопочка спряталась ну ладно мне на стиральную машину закончилась стирать естественно всем привет сегодня на ужин у нас будет курица с грибами и ну пожарю а я сварю макарошки вот видите у меня грязная печка я сейчас жарила курочку с грибами поэтому еще не протерла так что я тоже человек до удержка стукнула сегодня бегала бегала и добегалась стукнулась об мальчика пошли машина поэтому мама горит на дорогу не выходите давай вот отсюда иди с краю дорогу водичка водичка хорошо ой чего такого у тебя нету это как у тети хиляль машина да красная такая что делали сегодня в школе вам весело было бахте тоже играли самое главное чтобы вам было весело покушали то что мама положила вам одну гёзлими поела а ты ослан как ты не любишь гёзлими ты дома очень хорошо кушаешь с грибами гёзлими ну как хочешь пошли для вас дома плов есть у нас папа курочка с грибами и макарошки пошли ну да да сначала тети конечно идем к тетям бедная сейчас купим тебе водичку хорошо дальше и все что ли дальше не знаете дождик дождик перестань я поеду в дагестан а дальше дагестане дагестане пусто пусто а в капусте дальше все мальчишки дурачки а девчонки тоже за иране беги на ребят похожи чему мама учит какашки везде да а что сделать с ними а кто их выбросит а 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 мне очень нравится как сегодня зверяшка выглядит и подходит такое девочка в кофточка ой это дом престарелых он же большой там здание здесь здание когда мама будет старая ты маму отдашь дом престарелых правильно не маму не папу нельзя отдавать доме престарелых бывают дедушки и бабушки у которых нету близких которых нету детей которые одни живут они там бывают чтобы скучно не было они нам с другими дедушками и бабушками живут да а у нас живы есть поэтому нам дома скучно не будет мы будем с вами и вашими детками до отвела детей в школу мы еще до школы зашли нашу пакет поликлинику куда мы относимся звонили нам просили прийти узнать рост и вес детей у аслана рост 118 вес 20 кило узи грашки рост 116 вес 18 кило между ними два кило разница как было вот с детства так она и осталась а вот рост изменился всегда было 56 сантиметров разница сейчас 22 может быть максимум три сантиметра разница и зашла я сюда в кафе попить кофе латте и вот такой вот десерт вкусно-вкусно у нас сегодня 28 или 29 или 30 сентября не знаю короче конец сентября и красота жара спала можно спокойно ходить гулять конечно если вас возможность есть азан я спускаюсь сейчас иду к дому своей свекрови ее кредитная карточка была у мужа не кредитная банковская карта была у мужа не знаю что они там мутят и он мне передал чтобы я матери дала вчера был очень сильный дождь у нас и до сих пор такая знаете свежесть до сих пор еще запах сырой земли я обожаю запах сырой земли и влажные травы я сразу спустилась получается к ее дому вот здесь на углу ее там здесь магазина юсбир самом начале когда я только переехала в турцию здесь был тренажерный зал а я туда несколько месяцев ходила не знаю для чего не туда ходила вроде я была такая худушая худущая чтобы точно не для того чтобы похудеть может подкачаться видали какая кровать у моего хампашей подушки дивана там знаете почему они там потому что это задница смотрит непонятные видео youtube про всяких монстров привидение тебе он говорит мама меня там под кроватью может быть монстрик не боится вот я ему эту щель теперь закрываю так вот азия рашка ничего не боится она у меня девочка смелая я надеюсь мы это тоже перерастем так я буду раскладывать по местам глаженные вещи и делать сортировку в шкафу с одеждой а буду убирать вот такие вот маечки уже но сейчас уже совсем маечки не одешь этому в этом году так и не надели скорее всего вот она новая скорее всего она так и останется это тоже ни разу не надетая скорее всего таки останется потому что следующем году она нам наверно будет мало вот ничего так тоже надо убрать короче такой совсем такое летние летние убираю остальное оставлю бокам рубрика коротко о размерах турции детской одежды смотрим рубашка размер на 45 она слону большая хотя нам уже шестой годик пошел и теперь рубашка размер 67 сопоставляем и смотрим и смотрим та-та-та-та-та-та-та там пошел проц что te все выровняли Какая рубашка, по-вашему, больше? Та-дам! Та-дам! Размер на 4-5! Вот так! Иду за детьми в школу, посмотрите на этих кошек. Я всегда думала, почему здесь рыбой пахнет? Кто приносит сюда рыбу? Вот мужчина приносит им рыбку, оказывается. Кормит их. Видишь? Он им только головки, по-моему, дает. А лас изден разовался. Фичу, буй-буй! Давай, посмотрите. Лежит довольный посреди дороги. Лах, дай лах здоровья таким людям, которые не проходят мимо уличных животных. Я, как всегда, за детками. У нас такая непонятная погода. Утром прохладно, ночью прохладно. А днем жара. Сейчас эта жара начинает спадать. Не, ну, жары прям, пекло нет. У нас все равно жарко, если сравнивать с тем, какая погода утром и вечером. Тем более, я же по подъему. Я, конечно, жалуюсь ровно на этот подъем. Ой, так вот. Выгляжу сегодня вот так. Буду стараться показывать вам свои люки. Я, правда, не вижу, что я снимаю, потому что, когда вот так я держу камеру, мне ничего не видно. Так что, кусурабакмен, как говорится, не обессудьте. Поехали. Припахали папу. Припахали папу. Припахали папу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Например, после газировки зубы здоровые будут или испортятся? Вот она должна выбрать куда приклеить Пока все правильно клеит Пока она выбирает все здоровое Это куда солнышко? Ага, правильно, к здоровому зубику А ты зачем сладости ешь? А ты зачем недавно сникерс кушала? А почему-то я люблю А вот твои зубики будут жаловаться А я их всегда чистишь Чистишь, но все равно Когда ты сладости кушаешь, им больно бывает Пойди А я буду тебе Я тебе И буду Садыки давать Так где тут еще полезно? А, вот Это что у нас? Груша Это авокадо Авокадо У нас в холодильнике есть авокадо Я люблю его Сюда Куда хочешь клеить? Сюда Не написано Это же дома Не в школе же он у тебя Который в школе Там написано Все равно Она чуть-чуть бочком смотрит Так, где тут еще здесь полезно? Нету больше Зира Ты куда едешь? На папа Скиби А ты куда едешь, Асла? На рыбку жарить На рыбку жарить? Рыбку жарить на мангале, да? Чуть-чуть подальше А, хорошо Чуть-чуть подальше Чтоб меня тоже было едут Куда папа делся? Папу ждем Аслан собрался Как на северный полюс А вон ты Мама Мама Чуть-чуть Чуть-чуть Сделай вверх Вот и машинка твоя видна Все-все-все видно Не переживай Ты куда сегодня ходил, Аслан? Расскажи А мы еще вверх сделаем Расскажи своим зрителям Куда ты ходил сегодня? Ну расскажи Сколько денег заработал? Пять Пять разве? Да Сто же Сто лир Сто лир Аслан сегодня тоже ходил на работу Работал Ты теперь деньги зарабатываешь, да? Как только я возьму в руки телефон Они дурачатся У меня что один Где наш папа? А, папа, наверное, пошел рыбку покупать Хотя нету У нас здесь в магазине рыбки нету Покупать, наверное, пошел Да, ну и ап�로 Так Да Вам не у paints Коеこん Расскому Поехали? Нет Поп vielen ПРОГУ、 я Ха-ха Продолжение Тать В море Ты Да И гран Мы приехали на дачу к мужу-другу, где Ирашка осталась там на даче, потому что у соседей там девочка и с ней играет. А мы с Асланчиком к морю подошли. Я даже запасную одежду им не взяла с собой. Я надеюсь, что не намокнет. Я не думала, что вообще захочет к морю подойти, потому что ну как бы уже прохладно. Купающихся нет. Есть только вот сидящие в море. А, хотя я вон вижу один человек или два что ли там плавают. Что, сынок? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Тorzok. Дима Тorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. идем же мы потихонечку потихонечку идем это село если что называется майданоз петрушка оставили зерешка приклеила мне она не мешает в селе петрушки мы оливковые деревья яблоки нет лимон это рядом мандарины да это да или апельсины пыль сын и здесь очень много уличных кошек здесь такое вроде место небольшое на кошек много ты уже потанцевался спайдер мэном хорошо еще потанцуешь сейчас увидим какие цветы красивые почему я должна перестать снимать я покажу тебе потерпи я чуть-чуть сниму потом тебе покажу твоего спайдер мэна я хочу нашим подписчикам показать село знаешь как это село называется это деревня петрушка называют смешно петрушка 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 петрушенцы ты помнишь где зерешку мы оставили а ну-ка давай вспоминай где каком доме давай где вспоминай вот сейчас вот и царет mangалда зеран paradise а -а неудобно неудобно Асланчик, расстегни бабал эту жилетку. Удобнее будет. Давай я расстегну. Хочу петь. Это звонок. Значит, класс, надо заходить. Папа тоже что стоит, что ждет, непонятно. Асланчик, пойдем, солнышко? Сынуля, пошли. Нет, нет, пойдем. Деловые. Вы здесь останетесь, да? Да. На улице под солнышком? Загорать будете? Да. Да. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...